есть государства разные интересы внутри государства на международной арене мы видим что ряд из этих интересов просачивается в государственной стратегии мы видим отношения соединенных штатов киберпространства там проходит учение есть множество разных свидетельств где-то это мифы где-то с отсылкой там вплоть до конкретных геолокаций о киберармиях которые стоят на службе государства то есть явно понимая вот это самый подрывной потенциал очевидно что государства не могут не учитывать это потому что это угрожает национальной безопасности если посмотреть по странам нато евросоюза практически каждая такая страна она сейчас обладает и соответствующими докториальными документами соответствующим киберкомандами в сша это более 57 тысяч человек которые каждый день приходит на работу у них две основных цели это защита свои так называемые критически важной инфраструктуры в том числе индустриальной и вторая цель это планирование операции на страны изгоя то есть они открыто заявляют о том что да это возможно мы живем в такое время когда практически у каждой уважающей себя страны есть киберармия и тут основной целью является шпионаж хотя за последние годы мы активно переходим действительно на что-то что несет физические последствия например за последний год очень активно атаковали индию и иран и связано это было в основном с тем что у них лучше всего сейчас развивается ядерный сектор все страны заинтересованы в этом и пытаются как-то получить информацию об этом что-то разведать и как-то это использовать своих целях особенно активно было северная корея в плане атак они атаковали и иран то было ряд взрывов ряд атак на различные военные объекты две северокорейские группировки атаковали южную корею это лазарус и ким суки мы видим прям реальные физические воздействия все-таки надо разделять там хакеров до которые все на темной стороне у них нет представительства легально в мире они не могут выпускать паспорта спецслужба может все сейчас в любой операции есть свой хакер который помогает осуществлять абсолютно нормальные физические оффлайновые операции там с оружием свербовка и так далее кибер оружие это действительно наша реальность технологии которые позволяют нарушать нормальную так скажем деятельность вычислительных систем cyber weapon is typically a zero day vulnerability that's being exploited they're more focused on national interests and some of them have cyber weapons that they've developed in house some of them have very strong technical capabilities others have maybe purchased some of those through dark web others have maybe used weapons that others have developed and they started using them as a second or third tier it could have a piece of cyber weapon it's like an army they are a cyber army on behalf of the country that's their job если государства ведут разработки в области ядерного оружия или химического оружия или бактериологического оружия мировая общественность осудит их и погрозит пальцем и эти люди или организации или государства станут изгоями на международной арене на них наложат санкции и будут какие-то серьезные последствия то в области например кибер угроз или кибербезопасности или злоупотребление киберпространством ну как-то и не сформировалась общественного интереса нет регулирования некому ударить по рукам нет этической вот этой ответственности не делать есть уже просто ряд каких-то таких классических историй типа вируса стакснет который поразил иранские ядерные объекты до сих пор неизвестно кто там за этим стоял если почитать историю от этой атаки стакснет это был завербованный человек который внес в технологическую зону обновление прошивки такой взлом все-таки под силу только спецслужб хакеры обычно там аутичные люди да там им тяжело вербовать людей например ну во всех случаях с глазу на глаз в современном мире оказалось что защищать нужно даже информацию которая никакой тайны себе не несет управляющий процесс управляющие сигналы oil and gas manufacturing electricity telecom transportation all of them now have a you type of infrastructure connected to the internet особенность этих систем особенности этих организаций предприятий не в том что эта информация носит это секретный характер о том что искажение этой информации манипулирование этой информации может привести к технологическим последствиям техническим взрывом катастрофам авариям так далее здесь проходит киберучение на такой стандартизированной инфраструктуре с одной стороны корпоративный сегмент компьютеры бухгалтеров юристов это то что есть в каждой организации и есть технологический сегмент с выводом на конкретные предприятия которые питают вот это электроэнергетическая подстанция есть зломышленник который извне попадает внутрь нашей системы использует корпоративную часть данном случае это уязвимость в почтовом серваке он повышает себе привилегии и получает админский доступ то есть у него есть абсолютно все права для того чтобы смотреть какие есть узлы внутри этой инфраструктуры если он хочет украсть деньги он пойдет в сегмент бухгалтерии в данном сценарии наш злоумышленник хочет натворить зла в технологическом сегменте на том узле который отвечает за обновление он подменяет настоящее обновление тем которые нужны ему с каким-то вредоносом как мы помним наш злодей взломал почту поэтому он может от лица например директора прислать письмо инженеру срочно нужно обновить что отвечает нас за технологическую часть обновление происходит и предприятие вот этой электроподстанции она полностью теряет контроль над своими технологическими ресурсами это может быть например остановка каких-то больших производств отрасли какая-то сфера экономики остановка больниц может пострадать целый город регион ideally you want to air gap air gap means that you would disconnected from anything internet related no access externally from the internet or from the network and that's the way it is and then you physically access it to be able to extract that information вот истории например с отключением электричества на украине были это был захвачен именно операторский компьютер и с его помощью был как бы отключено электричество очень хотелось бы судил чтобы делали люди рубильниками но к сожалению прогресс он такой что сейчас это делают щелчками мыши есть сегмент бизнеса это осу тп автоматизированные системы управления технологическим процессом это есть например там у крупных компаний ржд или атомная промышленности сетях изолирована никакого интернета там нету но есть например по периметру стоит айпи камеры которые подключены в тот же домен что и основная инфраструктура и часть атак производилась на эти айпи камеры и далее через айпи камера атаковался домен получался доступ во внутреннюю инфраструктуру и проводилась атак уже на организацию которая как бы изолирована внешнего мира whether it's a damn from water coming through the city or electricity or power generation all of those are now connected and they could be potentially disrupted or destroyed so you have your sensor and the sensor is collecting data maybe checking the temperature or checking the level of specific type of chemicals maybe there's a platform sitting behind it so what the hackers are doing is they're able to either access through the sensor into the back end or start from the back end because it's also exposed on the internet and get to the sensor so that's both traffic sides and be able to influence the actions typically the sensor can say and it can have a requirement if the pressure goes under 20% shut down everything and the hacker coming into that system can make the pressure go under 20% by some means through either technical know-how he is also capable of knowing what the system can do or by testing a few different scenarios and reaching that end goal all of those put together result in the site potentially going down being disrupted or if there is some malicious intent behind it that could result in loss of human life the destruction of the system happened a few years ago which is now a it's a public uh story it was shamoon which uh happened to saudi aramco in saudi arabia their systems were completely destroyed from a uh a malware that was a zero day so it was a usb device plugged into a machine that then was able to propagate across the environment because it had some malicious code and it actually brought down the systems that had to do with their industrial control environment and their laptops and desktops were also destroyed destroyed meaning even if you try to reinstall the operating system it won't work the device is now completely destroyed and useless as you know machines are made up of multiple different layers you have applications you have the underlying operating system you have the platforms that connect things together and then you have the hardware that malicious code was able to go all the way down to the hardware and make them completely useless on the level of steel and apparatus you can put barriers on the level of steel more importantly you can put barriers on the level of steel but also some of the technologies that allow you to simply remove information from the level of steel that goes through the creation of some certain bad threats so that then the backdoor was every one of the people in this area would have to be seen to say all these people in our arms that happened to have a situation that made them alive and it happened to have a reason because this attack may be dangerous because there is no program management that can't show the fact of attack so that if it was a safe operation system that would have to be able to probe on it as well and that the operating system as well could have a good or I also didn't know a safe environment and the internet-to-seathy virus may be seen as well and I can't show the fact that рассчитывание этой информации. А уж если мы говорим о потенциале государства, который имеет возможность взаимодействия с технологическими компаниями, которые разрабатывают какое-то вычислительное оборудование, конечно, такие риски есть. Допустим, происходит военный конфликт. Соответственно, что ты будешь делать в первую очередь? Ты можешь либо попробовать просто выдвинуться на их огромной армии и пытаться драться, либо ты можешь делать это по-другому, более хитро. Ты можешь чуть-чуть портить им жизнь. Процессивные центры, которые занимаются обработкой платежей, суперсильно нагрузить. Банская система, это же артерии, вообще экономики, вражеское государство. Ты ничего не сможешь купить, ты не сможешь делать переводы, зарплата тебе не придет на карту. Это же полный, ну, все, это типа анархия. Если ты каким-то софтом владеешь, вы не имеете права использовать, попытаться его отключить удаленно. Допустим, железо производится по твоим контролям, там, при процессоре, к примеру, да, при разработке ты туда, как умный парень, а тебя будут требовать это делать, да, ты умный парень в плане государства. Ты туда внедрил какую-то, например, там, штуку, и в целом при желании, да, одним таким щелчком каменный век моментально. Поэтому нужно все там дублировать. Основные узлы там, которые обеспечивают рабоспособность интернета, потому что, конечно, бизнесы не будут работать, банки остановятся. Хорошо. Узлы задублируешь, мастер-карты отключат. Нужно иметь мир. Если смотреть с точки зрения, как бы, общей, вот, именно безопасности, вот, это же правильный набор действий. Мир-то сейчас цифровой. Все происходит в цифре. Бизнесы в цифре, деньги в цифре. В один прекрасный день ты можешь проснуться без отопления, без электроэнергии, без всего, там, типа, вот те корыто, вот те лапти, и, как бы, все. Поэтому, да, нужно, да, эти вещи дублировать. Когда начался конфликт в Сирии, там, в один из прекрасных моментов, просто почему-то пропал интернет на территории всего государства. Да, там потом объяснили, что выявили какую-то ошибку в сетевом оборудовании. Как будто бы это случайность. Но слишком эта случайность вовремя случилась. Интернет стал такой частью жизни, которую приходится регулировать. Поэтому, если он в один момент перестанет работать, как бы, неважно почему, там отключат рубильники, здесь, это будет, как бы, проблема для страны. Технические возможности есть для очень многих вещей. Ну, как бы, применять их или нет, это, там, решение политическое. А технически можно сделать очень много. Весь интернет был построен с помощью кого? С помощью Пентагона, да, с подразделения Арма. Те же самые Facebook, я думаю, и Google, они могут быть использованы для военных целей. Они все сотрудничают. И тот же Сноуденджер, он же рассказал про эту программу «Призм», которая там была. Одну программу «Призм» слежения, да, тотального закрыли, ну, другую открыли там. И они же продемонстрировали, как они свои эти все, скажем, IT-технологии использовали во время выборов. Очень красиво продемонстрировали, что соцсети-поисковики агитировали за Байдена. Все, что за Трампа, все банилось жестко. Да, once you get into the political, voting, election type of data, it's a very big problem. But it starts to move away from cybersecurity. We're now moving into an area that's way out of scope of the cybersecurity type of discussion. But it's a very, very critical discussion that needs to be solved at a national level, with the right regulations in place, and the right control over how these types of organizations process data. То есть ты же можешь не только какой-то хакерской атакой влиять на выборы, да, ты просто можешь хорошо использовать средства какой-нибудь там Facebook и его рекламы, да, и правильно таргетироваться. Технологии влияния на людей и формирование их мнения, они существуют уже десятки лет. Ими владеют абсолютно все. Все страны, все специалисты. Это факт. Это было, и мы об этом все прекрасно знаем. И думать о том, что мы вот такие все независимые, и нами невозможно манипулировать, это ошибочно. Ты можешь начать рассказывать такие вещи, используя все эти диджиал-инструменты. Очень интересная история о том, как, например, Трамп стал президентом. Он заказал рекламную кампанию у очень классных ребят. Они правильно обработали большую бигдату, которая была собрана по пользователю Facebook. Например, чуваку, который говорит, мне не нравится там Хиллари. Он говорит, Трамп против Хиллари. Он говорит, да-да-да, мой президент. Кто-то говорит, мне там не нравится, например, мексиканцы, они отнимают у меня работу. Просто у нее есть такой контекст на объем больших данных. Мы можем вычленять таких людей, таргетировать на них, делать ретаргетинг при помощи Facebook-инструментов. То есть мы можем и этому человеку рассказать, как мы хотим построить большую великую стену между Мексикой и Америкой, защитить рабочие места. Тут даже нет у хакинга, в честном виде, в этой ситуации. Есть только правильное использование маркетинговых инструментов диджитальных. Кто-то там, не знаю, беспокоится проблемой того, что Китай круто растет. Я постоянно там лайкаю посты о том, как мне нравится, что делает Китай. Ну, я получу, понятное дело. Посты про то, как мы там сейчас против Китая будем делать вещи. Во-первых, нашей компании обяжем прийти обратно, создать рабочие места. Мы больше не будем, например, там, работать с Китаем. А еще есть большие китайские корпорации, которые выжимают, например, там, наши хорошие американские корпорации. Мы их обняем злыми. По этой же сейчас причине, например, там, Америка, ТикТок. Такие, что-то очень много данных утекает с компаниями, которые под отчет на Китаю. Мы не имеем никакого к ней доступа. И как бы они говорят такие, ну, что, ТикТок, у тебя два стула есть. Либо ты продаешь долю, и мы начинаем это контролировать, да? Ну, либо мы тебя просто заблокируем, потому что, ну, там, нам это не нравится. И это, кстати, ровно по этой причине в Китае не работает Гугл. То, что Китай приходит, говорит, ребята, у нас тут своя атмосфера, как бы, политика партии, идеологии. Пожалуйста, блокируйте нам то, что нам не нравится. Делитесь, ну, и что-то какие-то вещи, типа, делаете. Гугл говорит такой, нет. Они такие, нет, так нет, типа, все, на замок. Китай в этом плане вообще очень круто себя чувствует. Нам очень любят говорить, что Китай, великий золотой фейерволл. Взяли, отключили Гугл, вот, смотрите, как у них все прекрасно. Но это, на самом деле, лукавство. Китай потратил огромное количество времени, огромнейшее количество денег, сколько Россия не тратит просто на всю свою оборонку, на развитие внутренних сервисов. Они давали безвозмездные гранты разработчикам, строили технопарки, открывали университеты, приглашали специалистов. И когда локальный рынок создал свои, ну, условное, свое ВКонтакте, да, свой, там, Гугл, там были свои поисковики, свои социальные сети, и когда случился у государства конфликт с Гуглом, они посмотрели и увидели, что Гугл – это 3% трафика. Взяли его и отключили. А в России все не так. Мы для Фейсбука – это просто вот такой процент аудитории. Поэтому у нас нет никакого рычага давления. Вот, например, Америка для ТикТока – это гигантский пласт аудитории. Поэтому Трамп фактически просто в открытую отжал частный бизнес. То есть это жуткий вообще прецедент, который произошел. Но он произошел. Мы убежали в интернет, у нас уже кошелек там, у нас уже наша цифровая личность там, у нас уже какие-то зачатки социальных рейтингов там. Но базовые проблемы, которые возникли, мы решить не смогли. Кризис, который может возникнуть в результате киберпреступления, он сопоставим с распространением биологического оружия, ядерного оружия и так далее. Страны до сих пор не могут договориться о каком-то едином подходе к кибербезопасности. Потому что есть исторические, геополитические взаимодействия. Русские хакеры становятся разменной картой, которых приплетают к чему там угодно. Фразы русских хакеров – это очень прикольно, очень мемно. Тэг, мемаз, популистский в первую очередь. Тот самый термин, который появился после выборов президента в Штатах, который на самом деле очень круто распиарил, в принципе, Россию на всем рынке. Очень круто, это было очень приятно, но давайте будем реалистами. Термин скрывается только лишь из-за нашей политической истории. Русские хакеры – это мем, который появился не только во время выборов, он на самом деле уже очень давно существует. Лет пять назад я как-то переписывалась с одним знакомым из Индии, и когда он узнал, что я занимаюсь информационной безопасностью, ну, такой сразу «Русские хакеры!». И я на самом деле удивилась, потому что тогда это был первый раз, когда я вообще столкнулась с этим мемом, с этим понятием. Не будем скрывать, что в России самые клевые технические специалисты, очень многие страны забирают именно из России ребят, которые умеют программировать, умеют что-то делать. И именно, возможно, из-за такой популярности этого мема другие страны стараются тоже маскироваться как раз под русских. Чуть что, то во всем виноваты русские хакеры. На самом деле далеко не всегда. Киберпространство очень легко спрятаться за кого угодно. Напихай в код корейских иероглифов, и ты выглядишь как кореец. Иногда мы читаем те доказательства, которые попадают в сеть, и они выглядят очень смешно, что там атака происходила в рабочее время в Москве. Ну да, хакеры, они же как бы работают только в рабочее время. Так вписать все что угодно можно, конечно. Здесь как-то особо проблем нет. Подделать следы вмешательства, там, СРУ, АНБ они умеют. Они все что угодно подделывают. Они берут какой-то вирус изначальный, да, вписывают в него какие-то кириллицы, там, не знаю, дату сборки его ставят, а в 9 утра по Москве, что-нибудь такое. Давайте скажем, что это сделало ПТ-128, ГРУ, что-нибудь такое. После этого они начинают тему развивать. Следующий вирус, который они там находят, какую-то атаку, говорят, ага, по признакам это одна и та же группа сделала. А мы же уже там полгода назад сказали, что это русские были. С чего вы изначально-то приписали это к русским? На основе того, что там слово «Кремль» кто-то написал? Ну, это же бред. Их атрибуция, если вы возьмете код и его измените, там, не знаю, на 30-40%, их атрибуция покажет, что новый вирус написала та же самая команда. И, например, их атрибуция не будет работать. Есть вирус Мира, его распиарили, что это такая угроза, и выложили исходный код в сеть. Прямо так намекают, вы берите, делайте, как бы, производные оттуда, а мы будем угрозу искать. Ну, наверное, те же американские спецслужбы его и выложат. Нет, атрибуция штука вообще очень сложная, потому что действительно не всегда так легко определить, какую атаку какая конкретно группа совершила, особенно в последнее время, потому что все стараются использовать так называемые инструменты двойного назначения, то есть те инструменты, которые изначально используются системными администраторами в работе. И из-за этого бывает очень сложно атрибутировать. Плюс действительно атакующие иногда, бывает, специально пытаются там что-то писать на кириллица, чтобы подставить русских хакеров и тому подобное. Плюс, опять же, здесь играет роль политическая ситуация, например, все мы знаем про отношения между США и Россией. Если не будет русских хакеров, у них огромная отрасль кибербезопасности, в которую входит куча антивирусных компаний, компаний по кибербезопасности, там отделы ЦРУ, там АНБ и так далее, они просто финансирования лишатся. Это же караул. Я даже считал, проводил сравнительные исследования, сколько в Америке воруют с карт, в онлайне, там, не знаю, с банкоматов вытаскивают, оно там в сотни раз больше, чем так называемый ущерб от русских хакеров, кстати. Тем более русские хакеры, они же в России, они же не могут сюда приехать и всех посадить. Не важно, что у них там в сто раз больше воруют. Они же про это не говорят. Когда говорят о хакерах, да, имеют в виду там Китай именно, потому что, во-первых, их много, есть из кого выбирать. За счет объема они такие, на самом деле, страшные и сильные. Эта сфера у них очень активно развита, с тем условием то, что это достаточно закрытая страна. Китай, математика, прям стала религией несколько лет назад, ну, может, 10 лет назад, да. И поэтому мы видим, что на самом деле появилось много китайских хакеров. Их на самом деле мотивирует стать самыми сильными в этом мире. Это круто. Отчасти нашим ребятам тоже этого не хватает. Северная Корея тоже как бы закрытая страна. Она может позволить себе воспитывать в своем духе определенных специалистов. Они никогда не называют себя государственной северокорейской группировкой, но, тем не менее, они вполне себе как бы активны в сети. Но также европейская комьюнити очень сильная. В Европе, например, тоже как бы хакерских группировок немного, поскольку Европа рассчитана на такое промышленное программное производство. И вот говорят русские, Израиль, американцы. Вот это как бы такие хакерские гнезда. Для меня до сих пор загадкой являются, например, иранские хакеры. То есть действительно есть иранские группировки, которые себя объявляют иранскими группировками. Это же тоже, как в любом терроризме, в кибертерроризме важно как бы строить себе этот личный бренд, да, то есть люди выдумывают громкие названия, и дальше их пиарят. И, как и любые террористы, иногда присваивают себе совершенно чужие действия, говорят, что на самом деле это сделали мы, чтобы себе набивать личный бренд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова